МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Голодные, либо потому что смотрели уже наш первый выпуск, их тоже хотели принять в нем участие. Ребят, сегодня мы немножко поменяли правила нашей рубрики. Сегодня не вы предлагаете мне блюда, а я предлагаю вам эксперимент. Сегодня мы будем готовить самое простое блюдо, которое умеет готовить не то чтобы любой футболист, любой мужчина. Мы будем делать бутерброды. Но чтобы вам было не так просто приготовить, вы должны проявить свою... Фантазию. Спасибо, свою фантазию. И приготовить самые необычные бутерброды, желательно с футбольной тематикой. Смотрите, какой у нас есть набор продуктов. Хлеб, говяжья колбаса, вареная колбаса, сыр, зелень, сливочный сыр и у нас есть соусы. Это сырный соус и кетчуп. Можете использовать их как угодно, если нужна соль или перец или терка. Я не знаю, что вы там задумали уже. Используйте все, что хотите. И моя помощь тоже, естественно. Я готова вам помочь, ребят, если вдруг что. Конечно, она фантазия сумасшедшая, но мы идем на кухне стоял. А вообще часто готовите? Бывает такое, что готовите? Ну, бывает. Андрик всегда готовит абхазских перепелок. Вы заметили, что вы сейчас сказали, что вы готовите, но никто не сказал, что я готовлю. Он хочет сказать, что я готовлю, но на самом деле он всегда готовит. Не, я готовлю, он мой. Так, вы сейчас говорите, как будто вы вдвоем живете. А мы вдвоем живем. Там не одна комната, там две комнаты не переживали. Вы втроем с Григолавой еще живете? Нет, Григолава отдельно живет. Он заходит к нам поесть иногда. Ну, расскажи мне, давай, что ты, что будешь делать? Я готова помогать Кантик. Кстати, я тебя так по привычке называю Кантик. Я потому что слышала, что тебя так называют. Да ничего страшного. Тебя так называют только близкие друзья или это в принципе? В принципе, да, Кантемир сокращенно Кантик. А можно еще сокращенно? А еще сокращенно Аполлон. Это очень сокращенно. Ахиллес и Беллея, поэтому смотри, я открываю сейчас сыр. А есть как-то вот Кантемир, как тебя ласково можно называть? Кантемяу там как-то вот такое есть? Кантикавы. Нет, просто Кантемир. И все, без ласковых каких-то. Ты меня ласково никак не назвал? Я тебя называл. Кантемяу или как? Кантемяу. Ну, давай мы основу какую-нибудь сделаем еще. Почему, а снова вот я начинаю делать? Да, вот так будешь делать? Ладно, хорошо. Ребят, расскажите, почему у вас вот такая дружба крепкая? Сейчас, подожди. А, давайте, да, конечно. Это очень красиво, Кантемир, это неимоверно. Бутер. Это дубайский бутерброд называется. Надо еще, мне кажется, если вот, чтобы было зелень. Вкус перебьет, да. Расскажите, почему вы дружите? Потому что вы очень похожи ли? Потому что, наоборот, вы абсолютно разные. На самом деле, мы два брата-близнеца, просто скрываем. Потому что, говорит, вы похожи. Мы вообще разные сейчас. Абсолютно? Ну, не абсолютно, в чем-то, наверное, похоже. Так, если вы в чем-то похожи, если вы так дружите, почему у Анрии женаты еще нет? В активном поиске. Это, ну, ты все время так говоришь. Уже вот сколько интервью с тобой, да, я смотрела, вот все время ты в активном поиске. Не, он уже, он уже нашел. А как я должен говорить? А он просто нам не рассказывает? Да, он в Абхазии пятится. Он ее спрятан. Да, в Абхазии. Она скрывается. Просто Дубай не выдает, я ее там сейчас держу. Есть у вас дедовщина среди, вот новеньких, когда приходят? Да нет, нет, у нас дружный коллектив. У нас очень дружно. Максимально? Конечно. Назовите мне самую вкусную, вредную еду, вот, которую вы берете. Макдональдс. Ну, это все, что угодно? В смысле, все, что угодно? Вот, ты прям приходишь, все, что хочешь в Макдональдсе съешь? Нет, если я все, что угодно съем, то потом я весь не сдам свой, у меня будут штрафы. Поэтому мне так, двойную чистую, взял чуть-чуть, девятки и уехал. Так, ребят, ну, расскажите мне, что вы уже задумали, потому что, ну, у Андрея вообще уже что-то есть. У него, да, у него очень сильная задумка получилась. Ты просто хочешь всю нашу студию накормить? Конечно. Почему второй бутерброд пошел? Потому что уже первый сделал, он получился очень ужасным. Я готовлю, знаешь, что? Я сейчас снова буду делать. Бутерброд под названием футбольный мяч. Тульского арсенала. Ладно, футбольный мяч Тульского арсенала. Да, я поняла. Надеюсь, у меня что-то получится. Ну, обязательно, я, если что, я готова. Да, конечно, и ты мне сейчас, кстати, поможешь сделать пятиугольник. Из? Из колбасы. Анна, покажи нашу бутерброд, который ты сделал. Катя сейчас всю колбасу испортишь, и у нас ничего не получится сделать. Ты уже два испортила куска. А? Где? Вот. Ну, он не круглый какой-то получается. В смысле, ты сказал пятиугольник сделал? Посмотрите, Катя сделала пятиугольник. Так ты же сказала сделать пятиугольник. Это мяч, который играли в 85-м, где-то 86-м, тогда корабль у тебя бросил. Давай поменяемся, теперь я буду вести передачу. Здравствуйте. Тульский смак с вами. Теперь у меня в гостях Анри Хагуш и Екатерина. Кто что готовит, рассказывает? Я готовлю футбольную майку. Какого размера? Энко или Энко? Энко. Я, кстати, да, смотрела твое интервью в том году, разговор с канониром. Там я залюбовалась честно твоими кроссовками. Очень красиво. Я вообще обратила внимание, что футболисты, они очень часто, у них то ли коллекции кроссовок, то ли вообще спортивной одежды. У вас есть какой-то фетиш? Есть дома 20 пар кроссовок? Да нет такого, нет у нас. Это, по-моему, обычно у меня были адидасовские кроссовки или найковские, просто они были яркие. Они были белые. Да? Да. Значит, я просто запутался в передаче. Ну, то есть нет такого, что вы пытаетесь следить за модой, за трендами? Да, когда не следишь, нет, конечно. Расскажите мне, какую музыку вы слушаете. Музыку мы разную слушаем. Я вальс. Частенько. То есть в машине, если слышишь по улице бомбасы, вальсы, это ты? Я сейчас слышу по улице, я останавливаюсь, выхожу с машины и начинаю танцевать. В первом саду, где бы она ни играла. Вы заметили, что Тула в последнее время, она очень сильно изменилась, появилось огромное количество каких-то мест интересных, у нас парк изменился. Вы гуляете вообще по Туле? Конечно, гуляем. По сравнению, тогда, когда приехали, здесь не было ничего. Сейчас набережная великолепная, хоть есть куда выйти. Есть любимое место в Туле? Да. Может быть, связанное с каким-то событием? Или просто назови мне любимое место в Туле? Футбольная база. Ребята, я предлагаю вам на минуту отвлечься от приготовления ваших бутербродов. И мы с вами сделаем один небольшой эксперимент, в котором я предлагаю вам поучаствовать. Ну что, Кантемир, тебе почетное право первому начать соревнования по чистке картофеля. Ну ты картошку реально никогда не чистил? Нет, кухня редко была. Ну даже по-военному не умеешь, когда квадратиком так нужно вырезать? Нет, я тоже не воевал. Ладно. Мы готовы? Давай. На старт, внимание, марш! А, ты вот как решил? Да, 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 так, кстати, нормально. Да? Да не так, конечно. Нет, давай вот так будем. А ты так будешь? Нет? А я по-другому. А как по-другому? Ну, получается неплохо, смотрю, как хорошо. Ну да, полкартошки вырезал, так нормально. А ты глазки будешь вырезать? Да, сейчас я выпустил. А ты их видишь вообще-то, знаешь, где у них картошки они? Я глаза вырезал просто. Все картошки? Ну, это хорошо, а вот тут еще две. Давай, давай, вот прям очень хорошо идешь. Прям пока вот чемпион пока что. Канда, ты неправильно чистишь, подожди на все. Ты вовремя сказал, смотри, эти картошки сейчас. Да, он даже дети не дочистил. Да какая разница, там закинул. Ну, вот полторы минуты надо еще, еще дочистить. Подожди, Канда. Все? Нет, ты не дочистил, дочистил. Все, хватит, а я закончил. Минута пятьдесят пять. Записываем это к нам в турнированную таблицу. Один пятьдесят пять. Нормально. Да ты неплох сегодня. Я готов. На старт, внимание, марш. Я буду спокойно. Действительно. Может быть тебе нож поменьше? Нормально, нам уехать, нам уехать там. Человек за качество борется. Да, молодец. Я пол картошки убрал, а он чисто кожу убирал. Я же говорю, он готовит, а вы не верите. Да не пока. Посмотри ему мини-картошки. Ну, они красивые, красивые. Ты ему картошку посмотри, пол картошки обрезал, говорит. Я, говорит, никуда торопиться не буду. Так, подожди, у тебя вообще камни получились. Так, полминуты прошло. Да, я знаю, я все равно выиграю. Если честно, я чуть-чуть тебе палец не отрубил. Нет, нет, пожалуйста, только... Палец не отрубил? А, ну хотя бы футболиста, мне все равно тогда. Главное, аккуратно. А убирать за собой надо или так? Конечно. Мы сейчас из этого будем делать чипсы. Ты серьезно? Нет, я наврала. Да я уже все. Ну, надо еще, еще постараться. Ну, давай раз мы боремся за качество у тебя. Конечно, Андрей. Мои тоже до чести. Все, готово. Минута 27. Минута 27. Он выиграл чипсы. Эта турнирная таблица будет заполняться у нас. По мере того, как ко мне в гости будут приходить другие футболисты Арсенала, мы будем также проверять на чистку картофеля. И в конце сезона мы узнаем, кто самый лучший чистильщик картофеля. И кого можно отправлять в Арк. Да можете не проверять, мы все равно самые быстрые. Ну что, давайте продолжать. Нам надо немножко доделать еще. Мы можем сделать форму вратарей Тульского Арсенала. Голубую. Это Миша Валилашов придет. А он уже был, да. И как он, кстати, вкусно приготовил? Очень вкусно. Вообще здорово. А что он делает? Пасушно? Мы готовили спагетти с курицей в сливочном соусе. Ты готовила, Леон? Ну вы что, выпуск не смотрели? Подглядывали так. Ну. Я готовила, Леон? Он, конечно. Конечно, он. Он всегда готовил. Вообще, кто на кухне должен готовить? Женщина или мужчина? Конечно, женщина. А как же говорят, лучше поварать мужчину? Это неправда. Это враки? Это вранье. Это желтая пресса. То есть мужчина должен готовить какое-то одно блюдо свое фирменное. Креветки или перепелки? Чай. Чай? Залив просто и все. Мы готовы? Да. Ну что, наше блюдо готово. Ребята проявили свою фантазию. Приготовили нам футбольные бутерброды. У Кантемира у нас получился не ромашка, а футбольный мяч. Да, покажи, пожалуйста, зрителям. Футбольный мяч 85-го, теперь вы 6-го. Это авторский мяч. Я старинный делал. Да. А Анри аж два бутерброда нам приготовил. Да, вот так давай развернем. Смотрите, это футбольная майка, и это второй бутерброд называется Кантемир. Ощущение, что я снова на трудах в пятом классе. Я бы сказал, в первом. Пробовать мы это, к сожалению, не будем. Слишком много для нас здесь калорий. И хлеб, и кетчуп, и сырный соус. Придется всю эту красоту нам оставить. Либо скормить тому, кто не следит за своим внешним видом. Ребята, если вы смотрели первый выпуск нашей рубрики, то вы видели, что у нас есть кулинарный эксперимент, который мы всегда проводим в конце. И я предлагаю вам в нем поучаствовать. А я могу отказаться? Нет. Ну тогда поучаствуем. Тогда поучаствуем. Ну что, ребят, перед нами тарелка с фруктами и овощами. Такой же набор у нас нарисован здесь, на этих карточках, которые вы не видите, что на них изображено. Я предлагаю вам выбрать по две карточки. Мы посмотрим, что там у нас нарисовано, какой фрукт или овощ. И потом из этого набора мы сделаем смузи, который мы попробуем съесть. Я уже? Давай, давай. Я первый, можно? Да, давай, первый. Давай я возьму вот эти две сразу. Вот эти две. Хорошо. Что там? Только не лук, пожалуйста. Банан и огурец. Так, хорошо, у нас есть банан и огурец. Два джокера у меня, давай. Давай называть их джокера. Давай, Энрик. Сделай наш смузи интересный. Да давай, хоть бы ты лук выбрал. Арбуз. Арбузик, ладно. Ты что, они прозрачные, я тоже банан увидел и взял. Да, да, лук! Ну что, выбрали. Берем все ингредиенты и очищаем их, моем, будем готовить. Подожди, ты хоть, чтобы я тоже смузи с луком пробовал? Мы все попробуем. Я не буду, я достал банан, огурец, дайте. Нет, мы делаем это один, вместе, мы же семья. А, мы как одна команда, все, я понял. Ребят, очень часто болельщики Арсенала просят у футболистов их футболки. Вы отдаете свои вещи вообще? Или жалко, вы пойте? Нет, например, я стараюсь каждую игру отдавать. Да? Если бы у нас было 30 мая, мы каждую игру давали. Ну, вы можете по 3 одевать, если что? У нас есть определенное количество мая. Ты знаешь, что ты можешь отдать 8, 6, 10, я не знаю. Да, и все всегда раздаем, никогда под конецезона не остаются майки. Да, слушайте, здорово. Если я попрошу майку, вы дадите мне? Конечно. Ты очень долго думаешь. Ну что, мы готовы сделать наш фирменный смузи, который будет носить название Берхамов Хагуш. Или хотите наоборот, Хагуш, Берхамов? Хамов Хагуш. Хорошо, Хамов Хагуш. Закидывай все ингредиенты. Лук точно надо? Да. Андрей, помоги, пожалуйста. Здесь сюда, дорогая, поухаживай. Да, конечно. Я хочу, чтобы вы вот... Бананы. Давайте, кто что любит, тот, кто и закидывает. Давай лук, Анна, ты закидывай. Не, я тогда лук закину все равно, ребят. Да ладно, мы закинем. Ты чего это, мою руку трогаешь? Закидывайте, говорю. Ты бесфаливый. Я думаю, что все, да? Все, да. Мы в кино сегодня пойдем, Анрик? Может, этот смузи с собой возьмем? Типа фруктовый с луком. Пусть вот так чуть-чуть. О! Ну ты так много, ты думаешь, мы все это скушаем? Ну оставим еще. Потом кто придет, следующим добьет нас. Либо что оставить? Денисова позовите, пусть он добьет. Ну что, смузи готов. Банчики морально, я надеюсь, тоже. Пробуем смузи, в котором у нас огурец, банан, арбуз и лук. Давай. Чур, глаза не зажмуривай. Надеюсь, мы завтра выйдем на тренировку. О! Как это вкусно! Здорово! Юпа! С собой заверните, домой возьмем этот смузи в кино. О! Нет, хорошая вещь. Я очень серьезно говорю. Пробивная. Мы попробовали смузи. Немного нас пробило на слезы, но это от радости, что мы приготовили и бутерброды, и смузи, и почистили картошку. И мы переходим к финальной части нашей рубрики. Ребят, последняя просьба у меня к вам осталась. У нас есть вот такая чистая тарелка, есть маркер. Я попрошу вас оставить на ней автографы, написать какие-нибудь пожелания болельщикам Тульского арсенала, А мы потом эту тарелку кому-нибудь отдадим. А кому это мы отдадим? Мы это узнаем с помощью конкурса, который мы проведем. Вот такую красивейшую тарелку с автографами ребят и с двумя закрытыми глазками Хагуша вы можете получить, выиграв в нашем конкурсе. Условия конкурса такие. Ребят, есть огромное количество пар исторических персонажей, которые воспринимаются только вдвоем. Бонни и Клайдс, Панчбоп и Патрик, Чип и Дэйл. Можно продолжать до бесконечности. Уважаемые зрители, условия конкурса таковы. Придумайте название дуэту наших гостей, которые сегодня были у нас в рубрике. Самый оригинальный и получат эту тарелку с автографом. Ребят, у вас есть какие-нибудь у самих предположения, как назвать ваш дуэт? Мы подумали, посовещали за Ахиллес и его Кен. Это прекрасно. Друзья, этот вариант мы уже не используем, его предложили ребята, придумаем что-то свое. Ну что, ребят, мне придется с вами прощаться. Спасибо, что пришли в гости, готовили вместе петерброды. Спасибо, что позвали. Спасибо вам, что позвали. Ребят, приходите еще, с удовольствием буду вас ждать. Может быть, в следующий раз мы будем делать королевские креветки. И спагетти аль денте. С перепелками, естественно. Если они будут. Ребят, вам желаю хорошо играть, как можно дольше играть за Арсенал. Уж больно вы полюбились тульским болельщикам. Спасибо. И только побед тульскому Арсеналу.